К самого начала очень хотелось бы привлечь ваше внимание и попробую это сделать следующим образом. Попробуйте для себя как-то запомнить цифру 90. Ну, может быть, с какой-то комбинацией, там, 45 или 45, либо можно попробовать запомнить, как обозначение там прямого угла, 90 градусов. Для чего? Вы знаете, если сегодня во время богослужения вы будете просто или только пассивным слушателем, 90% вы забудете. Еще раз повторю, это не касается только богослужения, это касается любого урока в школе. То есть, если вы что-то слушаете, если вы только пассивно слушаете, если вы не пытаетесь запомнить, если не слушаете внимательно, то сегодня это доказано, что 90% из того, что было на богослужении, мы с вами забываем, если не будем пытаться вспомнить. Я думаю, это очень важно. И совсем немного, как вступление к нашему отрывку о греческом языке. Я думаю, тоже будет интересная заметка. А вы знаете, вот греческий язык – это язык, на котором были написаны все книги Нового Завета. И вот так вот интересно избрал Бог путь для того, чтобы книги Нового Завета были написаны на особенном языке. Язык по сравнению, греческий язык по сравнению с другими языками очень и очень особен. Я вот отмечу одну маленькую деталь, которая должна как-то тоже привлечь наше с вами внимание. Вы знаете, что сегодня практически вся научная терминология – это греческие слова. Ну вот, допустим, слово «физика» – это слово, пришло из греческого языка, которое обозначает природа. Или «математика» – слово, которое обозначает изучение, наука, геометрия, комбинация двух слов «земля» и «измерять». «Химия» – одно из значений этого слова в греческом языке «смешивать». Или «теология», «богословие», «учение слова» или «учение наука о Боге». Но вы знаете, что вот терминология научная сегодня – это греческие слова. Но язык науки сегодня – это не греческий язык. Три основных языка науки – это французский, немецкий и английский. Если вы когда-то учились в советских школах, может быть, вы учились в советских университетах, вы помните, что обычно для изучения предлагалось три языка, не так ли? Именно французский, немецкий и английский. Вы никогда не спрашивали себя, почему? Почему ученикам советских школ, я думаю, сегодня тоже это как-то продолжается, нужно было учить именно эти три языка, а почему никакой другой? Дело в том, что именно три этих языка – это три языка науки. Начиная с XVIII века первым языком, после латыни, языком науки стал французский язык. Я думаю, вы тоже помните, следили за этим временем, когда все люди должны были знать французский язык. Знали французский язык. Почему? Потому что это был язык науки. После французского языка языком науки стал немецкий язык. И после немецкого мы с вами живем в время, когда язык науки – это английский язык. Но будь то французский, немецкий или английский язык, основание одного, другого и третьего языка – это латынь. То есть основанием для английского, немецкого, французского языка – это латынь. Латынь – это язык древних римлян, язык, на котором говорила Римская империя. Вот интересно спросить, как появился и как развивался сам латинский язык. Я думаю, это для нас с вами очень интересно. А вы знаете, вот римский язык или латинский язык, он возник и развивался, как перевод греческой литературы. Латинский язык развивался и возник, как перевод греческой литературы. Вы знаете, вот сегодня, когда исследуют этот язык, и особенно труды людей, которые писали в то время, они говорят, что римские переводчики, которые работали над греческими текстами, вот литературы, классической литературы, вот им было очень трудно переводить с греческого на латынь. Ну, вот так вот ернично говорят, что они плакали. Они плакали, сравнивая два языка. Вот так вот они рассуждали, говорили, латынь – это очень бедный. Больше того, говорили они, латынь – это варварский язык. Язык, который не приспособлен для тонких вещей. И, скрипя сердцем, они переводили греческую литературу. Ну, что я хочу сказать? Я хочу сказать, друзья, братья и сестры, что язык, на котором был написан в книге Нового Завета – особенный язык. Особенный язык – язык, который приспособлен для деталей. А еще, знаете, можно задать следующий вопрос или спросить следующий вопрос. Хорошо. Если практически вся научная терминология – это греческие слова, то есть наши языки, будь то русский, английский, французский или немецкий, они заимствовали научные термины у греков. Откуда у самих греков появились эти термины? Откуда у самих греков появились эти термины? Это очень интересный вопрос. Вы знаете, вот так вот говорят, что греки все эти термины не заимствовали ни у кого. Они их создавали. То есть если русский, французский, английский, немецкий языки – научные термины заимствованы. из латыни, латынь из греческого, то греки ни у кого не заимствовали. Они их создавали. И больше того, вы знаете, они говорят, что создавали эти слова, эти термины из обыденного языка. Из языка, на котором говорили самые простые люди. То есть вот брали слова, обыденные, простые слова, слова, которым говорили простые люди, и они заставляли эти слова становиться терминами. Итак, греческий язык – это очень богатый язык. Язык, приспособленный для тонких вещей. И это язык авторов книг Нового Завета. Ну, я говорю это для того, чтобы вы не смущались. Как-то иногда проповедники говорят, что вот на этот текст, на это слово нужно посмотреть, нужно узнать язык оригинала. То есть это очень-очень важно. Вот наша с вами большая цель – это понять Библию правильно. И правильно Библию возможно понять только тогда, когда мы, насколько это возможно для нас, приблизимся к языку оригинала. То есть для нас это важно, и для нас это нужно. Ну, слушая такое вступление, прошу вас не думать о том, что в изучении нашего отрывка вы услышите какую-то сенсацию. Совсем нет. Вы не слышите сенсацию. Скорее всего, постараемся сделать противоположное. А мы с вами попробуем взять очевидное и увидеть не только красоту языка, но увидеть глубину и красоту христианской жизни, о которой говорит нам Священное Писание. Хорошо, если такое вступление вас как-то заинтересовало, давайте обратимся к тексту. Послание к Ефесинам, 5 глава, мы прочитаем 3 стиха для начала. Послание к Ефесинам, 5 глава, мы прочитаем с 15 до 17 стихов. Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божья. Хорошо, вот мы с вами, ну, уже хотя бы в общем знаем, что греческий язык – это язык, приспособленный для тонких вещей. То есть, когда мы смотрим на библейский текст, мы с вами сразу должны понимать, мы с вами должны знать, что за очевидным скрываются детали. То есть, не нужно нам с вами думать, что все понятно. То есть, за очевидным скрываются детали. Вот к этому нам нужно с вами стремиться. Но давайте обратим внимание на слово «поступайте». Это 15 стих нашего отрывка. Итак, смотрите, поступайте осторожно. Между прочим, это одно из ключевых слов второй части послания к Ефесиным. То есть, апостол Павел использует это слово больше, чем один раз. Больше того, вторая часть послания к Ефесиным, а именно 4 глава, 1 стих, начинается именно с этого слова. Посмотрите, пожалуйста, 4 главу, 1 стих. Итак, я узник в Господе, умоляю вас поступать. Достойно звания, в которое вы призваны. Опять слово «поступать». Далее апостол еще несколько раз использует это же самое слово. 4 глава, 17 стих. «Я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы больше не поступали, как поступают прочие народы». 5 глава, 2 стих. «Живите в любви». Если вы следите за английскими текстами, то там тоже написано «поступайте». И 5 глава, 8 стих. «Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Поступайте, как чадо света». Это очень интересно. Дело в том, что когда апостол Павел писал это послание, вот он не использовал слово «поступайте», а Павел использовал слово «ходите». Если вы следили перевод английский, этих библейских текстов, то в каждом из этих стихов стоит слово «ходите». В нашем случае, в русской Библии, слово «поступайте» – это перевод или объяснение слова «ходите». Итак, апостол Павел использует слово «ходите». «Ходите осторожно». Вот так вот звучал бы наш с вами текст на языке оригинала. А какое же означение может иметь это слово? Скорее всего, в первую очередь апостол Павел использует слово в смысле жизненного хождения человека. Поэтому написано «поступайте». А как же связаны ходьба человека и образ жизни человека? Скорее всего, перенимается смысл непрерывного действия. То есть, что волнует апостола Павла? О чем он беспокоится? Он беспокоится об образе жизни, о непрерывном образе жизни, о таких поступках, которые становятся привычными. То есть, Павел говорит «ходите в мудрости» или «поступайте как мудрые». «Ходите в мудрости». Или он говорит «мудрость нужна нам постоянно, но не от случая к случаю». То есть, в этом смысл вот этого выражения «ходите в мудрости». Немного больше, совсем не новая идея апостола Павла – вот так вот говорить о жизни человека. «Ходите», «ходить как образ жизни человека». Между прочим, Господь Иисус Христос учил похожим образом. Я думаю, это очень знакомый библейский текст, где Господь говорит «входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель». Тоже Господь говорил «многие идут ими». Двое ворот, из которых открываются два пути, и человеку нужно сделать выбор. То есть, «ходить» – это очень подходящий язык, если говорить об образе жизни человека. Итак, первое определение, которое нас с вами интересует, беспокоит, определение слова «ходить» – это образ жизни. «Ходить» – это образ жизни человека. Следующее. Если вы видите какого-то человека издалека, или если вы видите человека вдалеке, вот в первую очередь, скорее всего, вы узнаете этого человека как? По походке, не так ли? То есть, по походке издалека можно узнать человека. То есть, для нас это тоже становится очевидно. Вот так вот сегодня говорят, вы представляете, что на формировании походки оказывают влияние воспитание человека, оказывают влияние темперамент, характер человека, и даже профессия человека, все это отображается на походке. То есть, мы много можем сказать о человеке по тому, как он ходит. Это очень богатый образ и язык, который использует апостол Павел. Оказывается, таким же образом должно быть и с верующими христианами. У верующего христианина должна быть походка. Походка, которая формируется под воздействием чего-то, которая вырабатывается или формируется особая походка. То, как мы с вами ведем себя, то, как мы ходим в жизни, должно очень легко открывать нас теми, кто принадлежит к Иисусу Христу. Итак, как же мы с вами должны ходить? Павел говорит, ходите в любви, ходите в свете и ходите в мудрости. Ходите в любви, ходите в свете и ходите в мудрости. Это наша с вами походка. Следующее, еще два слова, на которые нужно обратить внимание. Слово «смотрите и осторожно». Итак, смотрите, поступайте осторожно. 15 стих нашего с вами отрывка. Оба слова подчеркивают следующее. Вот оказывается, живя христианской жизнью, нам с вами нужно думать о том, что мы делаем. Думать о том, что мы делаем. И нужно стараться быть уверенными в том, что мы на правильном пути. То есть, другими словами апостол Павел говорит, вот когда вы ходите, будьте внимательны не оказаться на обочине. То есть, думайте о том, что вы делаете. Будьте уверены в том, что вы не на обочине. Смотрите и осторожно. То есть, именно такая походка, она требует мудрости. Увидеть опасности, то искушение греха, слабости нашей плоти и уловки сатаны. Мудрость в том, чтобы это увидеть. Отреагировать на эти опасности правильным библейским способом. Посмотрите, как в 15 стихе еще интересно говорит апостол Павел. Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые. То есть, вот, ходить в мудрости призывает нас с вами апостол Павел. В Священном Писании мудрость всегда намного больше, чем просто информация. Я думаю, сегодня мы с вами уже убедились, очень хорошо, что возможно обладать знанием, но при этом не иметь мудрости. То есть, мудрость – это способность использовать знания в практической жизни. Мудрость – это способность человека применять знания в жизненных ситуациях, в жизненных обстоятельствах. Не только иметь знания, но уметь пользоваться этими знаниями в своей жизни – это и есть мудрость. Вот получается, мудрость в том, когда мы пытаемся узнать, ответить на вопрос, как достичь лучших целей лучшим образом. Как достичь лучших целей лучшим образом. Вы знаете, это как образ мудрости, он в Священном Писании особен тем, что именно так Библия говорит о мудрости Бога. То есть, в чем заключается мудрость Бога? Вот если читать послание к Ефесиным, мудрость Бога, она заключается в том, что Он создал Церковь. Как Он создал Церковь и как Он сохраняет Церковь. То есть, как достичь лучших результатов, лучших целей и лучшим образом. Поэтому мудрость херстианской жизни, она очень часто будет отображать мудрость Бога. И, конечно, вот в нашем отрывке есть один признак или один аспект такой мудрости. 16 стих. Павел говорит, один из аспектов или один из признаков мудрости – «дорожа временем, потому что дни лукавы». В данном случае мудрость – это правильное использование времени. Мудрость – это правильное использование времени. А мы с вами замечаем очень легко это в нашем библейском тексте. Павел говорит, что время – это драгоценность. Время – это для человека, особенно для христианина, это драгоценность. То есть, время слишком драгоценно, чтобы тратить его впустую. То есть, Священное Писание учит, или позвольте перефразировать эту фразу, слово «дорожите». То есть, Павел учит нас с вами – используйте время, не тратьте время. То есть, не тратьте время, а используйте время. Вот смысл вот этих вот слов. Еще одна деталь апостола Павла в этом шестастом стихе. Павел говорит, что «дни лукавы». Дорожите временем. Почему? Потому что дни лукавы. Ну вот дни в смысле отрезок времени, промежуток времени, который когда-то закончится. То есть, о каком-то отрезке времени, о каком-то промежутке. Об особенности времени говорит апостол Павел. То есть, настоящее время. Но опять, читая Священное Писание, мы с вами замечаем, это не только время, но и порядок существования этого мира. Порядок существования этого мира. Лукавые дни. Лукавое время. В послании Галатам апостол Павел говорит, что Христос отдал Себя самого за грехи наши, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века. Избавить нас от настоящего лукавого века. То есть, Христос освобождает человека от порядка существования этого мира. Порядок, в котором люди объединены против Бога. То есть, это то, чем живет этот мир. Или Священное Писание говорит о том, что христиане – это участники будущего века. То есть, есть настоящее время, есть лукавые дни, а есть будущий век. И мы с вами уже участники этого века. Но в то же самое время мы продолжаем жить в окружении и под влиянием лукавых и злых дней. И вот особенность христиан как раз таки в том, что они не закрывают глаза на вечность. Или апостол Павел говорит, что христиане не тратят минуты жизни только для этого мира. Христиане стремятся держаться за то, что будет длиться вечно. Но опять особенности греческого языка. В русском языке 16 стих – дорожа временем. Вы знаете, вот так вот говорят, что когда писал апостол Павел, скорее всего, он очень осторожно подбирал слова. И вот когда он писал, он использовал слово «выкуп». То есть, Павел имел в виду «выкупайте время». Вот так бы звучали эти слова на языке оригинала «выкупайте времени», «выкуп времени». Скорее всего, выбор слова позволяет предположить, что за разумное использование времени нужно платить. За разумное использование времени нужно платить. Павел предупреждает нас с вами «дни лукавы» или «в падшем времени». Павел говорит, нужно выкупать время. В падшем мире нужно выкупать время. Если вы этого не будете делать, если не будем экономить время, ценности злых дней исчерпают наше время. Если мы не будем экономить время, ценности злых дней исчерпают наше время. Ну хорошо, а за какую монету можно купить время во славу Бога? Чем можно расплачиваться? Долларами, рублями, может быть, какой-то другой валютой? Скорее всего, цена – это дисциплина жизни. Скорее всего, цена времени, выкупа времени – это дисциплина жизни. Дисциплина, которая возникает из желания человека прославить Бога во всем. Итак, перед нами очень-очень важный принцип. Берегите время, потому что дни лукавы, и жизнь в падшем мире часто обманывает человека. Берегите время, дни лукавы, и жизнь в падшем мире часто обманывает человека. Очень простая проверка, что вы думаете делать, когда вам нечего делать. Что вы думаете делать или что вы будете делать, когда вам нечего делать. Скорее всего, вот это напоминание апостола показывает огромное давление, под которым находятся все люди, давление времени. То есть мы с вами испытываем давление использовать время и возможности впустую. То есть мы с вами учимся преодолевать это давление в своей жизни. Я думаю, сегодня для нас очень важно научиться жить без телефона. Я думаю, это одна из трудностей нашего времени, нашей жизни. То есть сколько времени занимает сегодня у нас с вами интернет и телефон. Для христиан это очень-очень важно. Позвольте еще поделиться иллюстрацией одного проповедника над этим отрывком. Он говорит, вот читая, изучая этот отрывок, он приводит такую интересную иллюстрацию, он говорит о том, что в служении Богу очень важно учитывать следующее. Очень важно учитывать место, где вы находитесь, живете и время, в которое вы живете. То есть он как-то призывает и говорит, вот христиане, учитывайте место, где вы живете и время, в которое вы живете. Ну хорошо, вот его рассуждение. Мы находимся в нашем городе, в городе State College, в нашем случае, допустим, не в Милане, не в Берлине, не в Шотландии, не в какой другой стране. Мы с вами находимся в State College. То, что мы призваны делать для Бога, мы должны делать здесь. То есть это место, где мы с вами находимся. Но точно так же мы с вами должны рассуждать и о времени, в котором мы с вами живем. То есть мы с вами не живем в XVIII веке, ни в XV веке, ни в XVI веке, ни в 90-е годы, ни в 40-е, ни в 30-е. Мы с вами живем сейчас. И сейчас общество и культура, они уникальны. Не такие, как в прошлом, не такие, как будут в будущем. Но вот мудрый человек – это тот, кто применяет себя, соответственно, месту, где он находится, и времени, в которое он живет. То есть это призыв Священного Писания, призыв Господа по отношению к нам с вами. Итак, посмотрите, какую интересную картину, какой интересный образ христианина дает нам апостол Павел. Говорит о мудрости, ходить, чтобы в мудрости. То есть христианин – это человек, который не устает думать. Христианин – это человек, который не устает думать. Это подразумевается в идее мудрости. Далее в нашем отрывке следует еще одна очень важная привилегия в работе разума возрожденного христианина. И у возрожденного верующего человека появляется возможность познавать волю Бога. Это привилегия христианского разума. Возрожденного разума – возможность познавать волю Бога. 17 стих. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия. Между прочим, вот этот 17 стих, он открывает для нас с вами принцип. А принцип – как познавать волю Бога в своей жизни. Как познавать волю Бога в своей жизни, в жизни церкви и так далее. Ну вот некоторые вопросы. Вот допустим, что нам нужно, чтобы познать волю Бога? Нужно ли нам бросать гребень? Еще один вопрос, который часто задают христиане. Для того, чтобы узнать волю Бога, нужно ли нам просить знамения? Между прочим, вот просить знамения у Бога очень опасно. Вы знаете, вот опасность просить знамения, нас предупреждает об этом Господь. Вы помните, как Он говорил с людьми, вышли фарисеи, начали с Ним спорить и требовали от Него знамения с неба, искушая Его. Он глубоко вздохнув, сказал, для чего род сей требует знамения. А в других текстах, в других Евангелиях написано, род лукавый ищет знамения. То есть, кто ищет знамения? Господь очень-очень предупреждает нас с вами не искать знамений у Господа. Я думаю, это очень важное предупреждение. Как же мы с вами познаем волю Бога? Чтобы познать волю Бога, Павел говорит, нужно быть рассудительным. Не будьте нерассудительны, но познавайте волю Бога. Как мы с вами познаем волю Бога? Для того, чтобы познать волю Бога, нужно быть рассудительным. Или мы волю Бога познаем, думая. Думая, мы с вами познаем волю Бога. Можем проследить понимание этого вопроса апостола Павла. Позвольте еще обратить внимание на еще один текст, очень интересный текст в его послании. Второе послание к Тимофею, 2 глава, 7 стих. Павел пишет Тимофею следующие слова, 2 Тимофею 2, 7. Разумей, что я говорю, опять призыв быть рассудительным. То есть другими словами Павел Тимофею говорит, не будь нерассудителен. Разумей, что я говорю, понимай, что я говорю. Да даст тебе Господь разумение во всем. То есть, с одной стороны, есть то, что говорит Павел, это мы называем Священное Писание, есть Библия. Разумей или думай, о чем я говорю. Вот призыв апостола Павла ко всем верующим христианам. Оказывается, когда мы с вами думаем о божественной мудрости, просвещается наш разум. Бог дает нам разумение через Священное Писание. Еще один пример – это Господь Иисус Христос. Помните, этот очень интересный текст, именно о нем – это Евангелие от Луки, 2 глава, 52 стих, где о подростке Христе написаны следующие слова. «Иисус преуспевал в премудрости и возрасте и в любви у Бога и у человека». Между прочим, в этом стихе евангелист Лука отмечает всестороннее развитие Иисуса. Посмотрите, он говорит, что у него было интеллектуальное развитие, он рос в мудрости. У него было социальное развитие, его любили в мире, люди любили. У него было духовное развитие, его любил Бог. То есть всестороннее развитие подростка Иисуса. Хорошо, вот когда мы думаем, рассуждаем об Иисусе Христе, вот с точки зрения Христа как Бога, Писание говорит, он знал все. То есть Христос Бог знал все о человеке, о людях, о событиях. Но с точки зрения Христа человека, именно этот текст говорит нам о том, что он рос или возрастал в мудрости. То есть Христос набирал мудрость. Он рос в мудрости так же, как все другие люди. А вы знаете, вот в книгах Ветхого Завета есть намек на то, как Христос вырастал в мудрости. Я думаю, тоже очень интересный библейский отрывок книга пророка Исаии, 50-я, глава 4-й, 5-й стих. Господь Бог дал мне язык мудрых, чтобы я мог словом подкреплять изнемогающего. Каждое утро он пробуждает. Смотрите внимательно. Пробуждает ухо мое, чтобы я слушал, подобно учащимся. Каждое утро, это слова Иисусе Христе, пробуждает ухо мое, чтобы я слушал, подобно учащимся. Я думаю, это очень интересно для верующего человека стать учащимся каждое утро. То есть есть средства, благодаря которым воплощенный Господь Иисус Христос рос в мудрости. Он слушал Божий голос. Он слушал Божий голос в Писании. То есть детские годы Иисуса Христа были посвящены запоминанию Священного Писания. Из Евангелия мы с вами знаем, что Христос очень хорошо знал Писание, очень глубоко знал Священное Писание. Но еще один текст, как принцип для нашей с вами жизни. 118-й Псалом, 103-й стих. «Как сладки гортани мои слова твои, лучше меда устам моим». Очень интересный образ Слова Божьего. Ну, я думаю, многие из нас любят пить чай с медом. То есть, ну, или что-то сладкое, варенье малиновое, или какое вы любите. И вот как раз-таки текст говорит о том, что после того, как вы попьете чай, еще остается вкус сладости. Как приятно было попить чай. Это замечательный образ того, что сладкий вкус Библии останется еще долгое время после прочтения. Очень интересный библейский текст о том, что сладкий вкус Библии, сладкий вкус Священного Писания остается в человеке после прочтения. То есть, это библейские тексты, которые мы носим с собой. Тексты библейские, которые мы носим в памяти, думаем, рассуждаем о них, записываем, говорим другим людям. То есть, библейские тексты помогают нам увидеть принципы воплощения воли Бога в нашей личной жизни. Итак, ключ к пониманию воли Бога в своей жизни – священное Писание, быть рассудительным, думать о библейских текстах, знать библейские тексты. Интересно, вот если опять говорить о самом апостоле Павле, его подход к этому вопросу, он говорил о том, что именно обновление разума – ключ жизни христианина. Обновление ума – ключ жизни христианина. Помните, как он об этом говорит в послании к римлянам? «Так, умоляю вас, братья, о милосердием Божьем представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. Не сообразуйтесь с веком всем, но преобразуйтесь обновлением ума вашего». То есть, как происходит изменение жизни христианина? Через обновление ума, через то, как работает разум христианина. То есть, именно мышление христианина должно развиваться, изменяться знанием Священного Писания и силой Духа Святого. Знание Священного Писания и силой Духа Святого – вот что изменяет нашу с вами жизнь и то, что позволяет нам узнавать волю Господу. Только благодаря такому освящающему обновлению Священного Писания христианин становится чувствительным, чтобы различать поведение, которого ожидает от него Бог в любой ситуации. Ну, еще несколько моментов о воле Бога. Я думаю, есть один, есть библейские тексты, которые, ну, просто христиане должны знать. Другого слова подобрать нельзя. Очень легко запомнить. Второзаконие 29.29. Может быть, вы этот текст знаете. Посмотрите, как интересно рассуждает Моисей о жизни израильского народа. «Сокрытое принадлежит Господу Богу нашему, а открытое нам и сынам нашим до века, чтобы мы исполняли все слова закона сего». Интересно, он понимает, что вот в жизни есть сокрытое и открытое. Посмотрите, в какой сфере он относит волю Бога. Воля Бога, он говорит, она не сокрыта, она открыта. Знаете, что сокрыто? Сокрытое будущее. Он смотрел в будущее израильского народа и говорил, что сокрытое, будущее жизни народа, оно в руках Бога, которому мы доверяем. А у нас есть открытое. Открытое – это священное писание. То есть, когда мы с вами думаем о воле Бога, братья и сестры, ошибочно думать, что воля Бога – это секрет, который христианинам нужно разгадать. Это неправильный подход к священному писанию. Библия говорит о том, что воля Бога, она открыта, она доступна. Познавать эту волю Бога мы можем именно тогда, когда становимся рассудительными. Еще один очень интересный, опять библейский текст, который очень хорошо знаком для нас с вами. «Господь – пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня в злачных пажетях, и Он что делает? Вводит меня». Братья и сестры, в какого Бога мы с вами верим? Тот, который убегает от нас? Скрывается от нас? Закрывает свою волю на ключи и на замки? Нет. Мы с вами верим в Бога, который пастырь. Бог, который обещал быть пастырем. Бог, который обещал вести нас с вами. То есть, неправильно думать, что воля Бога – это секрет, а нужно какой-то ключ подобрать, вы знаете, найти какой-то код секретный. Это неправда. Воля Бога – она открыта. Больше того, Бог – это пастырь, который водит нас с вами. То есть, я думаю, это для нас с вами очень сильно раскрывает жизнь христианина. Открывает и очень хорошо для познания воли Бога. Хорошо. Итак, если мы хотим знать, какова воля Бога, нам не нужны особые мистические переживания или откровения. Волю Бога мы с вами находим, изучая Священное Писание. Волю Бога в своей жизни мы с вами находим, позволяя Святому Духу просвещать наш разум Священным Писанием. То есть, зная Священное Писание, зная библейские истории, мы с вами можем применять эти принципы к обстоятельствам нашей жизни. Ну, хорошо, если это воля Бога в общем. Вот в этом отрывке можно полагать, что все-таки апостол Павел заинтересован какими-то другими деталями. Не только не другими деталями, но деталями, которые немножко больше говорят об этом. Вы знаете, скорее всего, Павла беспокоит восприятие того, что Бог делает в истории. И наше участие в том, что Бог делает. То есть, другими словами, апостол Павел говорит, что вот сегодня, вот в месте, где вы живете, во время, в которое живете, Бог чем-то занимается. Бог что-то делает. И вам, как церкви, вам, как личности, очень важно узнать, что делает Бог. Для чего? Для того, чтобы присоединиться к тому, что делает Бог. То есть, нам не нужны свои личные какие-то программы жизни или программы для церкви. Павел говорит о том, что очень важно узнать, что сегодня делает Бог. И очень важно иметь мудрость присоединиться к тому, что делает Бог сегодня. Я думаю, это о мудрости. Ну и последнее, на что обратим с вами внимание, это начало 18 стиха. Не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом. Вы знаете, вот Священное Писание, особенно последние главы послания, послание к Ефесиным, учит нас правильно думать об обращении человека. То есть вторая часть послания, особенно последние главы, учит нас с вами правильно думать об обращении человека. Хорошо, вот апостол Павел так интересно рассуждает. Обращение человека к Богу имеет начало, но изменение жизни продолжается всю жизнь. Обращение имеет начало, но изменение жизни продолжается всю жизнь. Самое начало обращения к Богу мы с вами понимаем, что это покаяние и вера. Но согласитесь, что именно покаяние и вера не остаются в прошлом, не остаются позади. Это элементы всей нашей с вами христианской жизни. Покаяние и вера нужны нам с вами всегда. Христианская жизнь это постоянное преображение. Что такое преображение? Это оставление старого и принятие нового. Преображение это избавление от прежнего, избавление от старого. А мы с вами уже обратили внимание на контраст вот такой вот жизни. Мудрость заменяет неразумие. Пустая трата времени заменяется правильным распоряжением времени. То есть об этом мы с вами только что рассуждали. А теперь Павел добавляет еще один контраст. Не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом. Но опять если говорить о том, как ходит человек, можно ли узнать человека по походке? Скорее всего, выпившего человека в первую очередь можно узнать по походке, не так ли? А сегодня, если полицейский останавливает человека, и он подозревает, что это человек выпивший, одна из проверок, он должен пройти по прямой линии. То есть полицейский заметит, выпивший человек это или нет. Интересно, что вот здесь пьянство, оно встречается с распутством. От пьянства бывает распутство. Еще один библейский текст, где пьянство похожим образом. Это послание к римлянам, 13 глава, 13-14 стихи. Как днем будем вести себя благочинно, не предаваясь ни пированием, и пьянству, ни сладострастию, и распутству. Оказывается, пьянство, грех не только сам по себе, но это грех, который с собой несет разврат. Именно пьянство, оно раскрывает страсти человека. Страсти человека выходят из-под контроля. То есть вполне возможно, что когда Павел говорит о пьянстве, он подразумевает форму языческого поклонения. Языческое поклонение, с которым очень хорошо были знакомы верующие Ефеса. То есть в прошлом они были такими. В прошлом они были такими, участвовали в этом языческом поклонении. Скорее всего, это один из легких аспектов обращения человека к Богу. Несомненно, верующий человек испытывает немедленное освобождение от привычек старого образа жизни. В апостоле Павел учит нас с вами, будьте осторожны, никогда, никогда не оглядывайтесь назад. Вот есть такие сферы, говорим о пьянстве, где борьба никогда не заканчивается для человека. Есть такие сферы жизни, не только пьянство, где борьба продолжается постоянно. Именно постоянное присутствие греха вызывает тягу к старому. То есть мы с вами находимся под влиянием старого. По этому поводу еще есть несколько интересных иллюстраций. Допустим, война. История об этом говорит, история это показывает, что обычно война, будь то Вторая мировая война или Первая мировая война, она может быть решена одним критическим сражением. То есть если во Второй мировой войне, если смотреть со стороны Советского Союза, то это была битва под Сталинградом. Если смотреть со стороны союзников, это был день, называется, высадка союзных войск в Нормандии. То есть война была практически выиграна одним решительным сражением. Но это не говорило о том, что война закончилась. Еще несколько лет война продолжалась после битвы под Сталинградом. То же самое мы с вами можем смотреть в жизни христианина. То есть битва, война, она уже выиграна одним решительным сражением. Это Господь Иисус Христос на кресте. Но боевые действия еще продолжаются. Вот это жизнь христианина. Боевые действия еще продолжаются. Поэтому Павел говорит, будьте осторожны. Никогда не оглядывайтесь назад. Я думаю, братья и сестры, вот это вот обращение Павла, не упивайтесь вином не только тем, кто когда-то выпивал. Это обращение или предупреждение для всех нас. То есть для всех нас звучит один очень важный принцип. Не сдавайтесь. То есть Павел учит, не уставайте. И в данном случае Павел объясняет, что это значит. То есть освящение включает в себя вытеснение или замену. Не упивайтесь, но исполняйтесь. Итак, братья и сестры, мы закончим изучение этого отрывка. Мы с вами говорили о мудрости. О мудрости для того, чтобы жить правильно. Павел говорит, ходите в мудрости. Мы говорили с вами об одном из аспектов этой мудрости. Это дорожить временем. То есть мы с вами не тратим время, мы используем. Мы понимаем, что за время нужно платить. И платить нужно дисциплиной, дисциплиной жизни. Когда мы должны учиться, уметь, просить у Бога помощи в том, чтобы правильно распоряжаться временем, чтобы не тратить время впустую. Мы с вами говорили о том, что одно из привилегий христианской жизни это привилегия знать волю Бога. То есть Бог позволяет сегодня нам знать Его волю. И эту волю мы с вами познаем, рассуждая, познаем, думая, изучая священное Писание. И последнее, что мы с вами обратили внимание, это принцип жизни. Не сдавайтесь, не оглядывайтесь назад. Вас ждет борьба, будьте к этому готовы. Понимайте, что война, она побеждена, но еще не закончена. То есть битва еще продолжается. Да благословит нас с вами в этом Бог. Аминь. Аминь.